Доброе утро, дорогие друзья! Каждая картина — это целое собрание историй. История того, как ее написали, история того, что изображено на ней, и история того, как вы пришли на нее посмотреть. Но не радость. Вот и мы решили создать свою историю и заглянуть на новую выставку «Окно» в Мурманском областном художественном музее. Картины, выставленные здесь, объединены одной тематикой, которая раскрыта в названии. Для художников это достаточно философский взгляд. Либо взгляд изнутри на то, что происходит внешне, около этого дома, где находится художник, либо, наоборот, мы можем сами находиться с вами в какой-то степени в роли подглядывающего. А что же происходит в доме? Картины и собрания музея принадлежат различным авторам, в том числе мурманским. Здесь можно посмотреть на мир глазами художников и героев и почувствовать либо ту радость, которой они очарованы, либо ту печаль, которая витает в их комнатах. Вроде ничего не происходит, за окном ничего нет. Без 26. Ну вот эта ее фигурка, эта женщина читающая, она удивительно и одинока в том числе. Скорее всего, одиночество, потому что за окном ничего не видно. Это так тяжело, конечно. Еще одно достояние искусства, которым могут насладиться посетители музея, это работа Александра Дайнека. Глядя на нее, можно сразу заразиться тем спортивным духом, который она передает, и проникнуться атмосферой тех времен, когда она была написана. Александр Дайнека – это знаковая фигура 20-го столетия в русской художественной культуре. И, наверное, поскольку он был таким свидетелем и участником всех коллизий, перипетий начала 20-го столетия, и смог очень ярко их описать. Знаете, даже, как говорила Анна Ахматова, чтобы описать эти острые события, нужен певец поистине шекспировского масштаба. Работа под названием «Хоккеисты» написана на рубеже 50-х и 60-х годов, является эскизом к большому мозаичному панно. За свою жизнь художник создавал не только картины, но и украшал станции московского метрополитена. Работа абсолютно характерна для творчества Дайнеки. Ну и, конечно, если еще раз сказать о спортсменах, то в одной из своих работ он даже написал лозунг «Атлета можешь ты не быть, но физкультурником обязан». И вот на этой работе изображены хоккеисты на фоне плавательного бассейна. То есть быстрее, выше, сильнее, причем во всех сферах. В этом и был весь Александр Дайнека. Порой так и хочется прикоснуться к искусству в буквальном смысле этого слова. И кажется, как будто ты окунешься во все события, которые происходят на картине, окажешься в этом другом мире. Но нельзя. Искусство надо беречь.